И снова мошенники. На этот раз житель региона потерял почти 2 миллиона рублей. Несмотря на регулярную профилактическую работу, которую ведут сотрудники Управления Министерства внутренних дел по Ненецкому автономному округу, мошенники находят способы обмануть доверчивых граждан. О том, как распознать аферы, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. На протяжении месяца житель региона переводил мошенникам крупные суммы денег. Всего было совершено 10 переводов на сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей. В начале декабря 2021 года житель Наринмара, увидев в сети интернет рекламу о заработке на брокерской деятельности, оставил свой телефон на сайте для связи. Ему поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником делингового центра и предложил увеличить имеющиеся денежные средства в два раза. Мужчина был настойчив и говорил грамотно. Поэтому потерпевший, взяв кредиты в банках, а также заняв деньги в долг у знакомых, перенаправил в общей сложности более 1 миллиона 900 тысяч рублей на указанные реквизиты. В середине января текущего года мужчина понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. К сожалению, это не единственный случай кражи денежных средств в крупных размерах. За прошедший год злоумышленники совершили 182 преступления. Тем самым обманули жителей региона на общую сумму в размере более 31 миллиона рублей. Совершённые хищения разделяют на четыре вида. К ним относятся телефонные звонки, интернет-сайты, двойники, рассылка сообщений с помощью мессенджеров и покупка товаров посредством чужих банковских карт. По основной части IT-преступлений фактический уровень раскрываемости составляет 96%. Оступление телефонных звонков, в том числе с использованием подмены официально действующих номеров и представляет сотрудниками банковских учреждений, правоохранительных органов и иных учреждений введение в заблуждение получения персональных данных, позволяющих дистанционно получать доступ к банковским счетам. В 2021 году таким способом совершено 74 преступления, из которых по результатам реализованных мероприятий получены данные о совершении 13 звонков с территории других стран. Создание интернет-сайтов, двойников, с последующей продажей нечистующих вещей и услуг. В прошлом году таким способом совершено 65 преступлений. Склонение к перечислению денежных средств действует от имени родственников и близких друзей с использованием социальных сетей, популярных мессенджеров. В 2021 году таким способом совершено 10 преступлений, а также завладение банковскими картами и совершение покупок бесконтактным способом. В 2021 году таким способом совершено 33 преступления. Первое, что нужно помнить, чтобы не быть обманутым, ни в коем случае не сообщать представителям банка номер карты, ход с оборотной стороны и из личных сообщений. Второе, сотрудник банка не владеет информацией о том, что происходит на ваших банковских счетах, поэтому не может сообщать вам о совершаемых махинациях. В случае, если вас обманули мошенники, незамедлительно обращайтесь в свой банк, чтобы заблокировать карту, а также далее в полицию с заявлением. В результате проведенного значительного объема мероприятий раскрыта серия хищений денежных средств банковской карты жителей округа, совершенных лицом, отбывающим наказание в исправительной колонии Томской области, который представлялся сотрудником службы безопасности Сбербанка. Также изобретено лицо, содержащееся в исправительной колонии Нижегородской области, которое совершило хищение денежных средств банковской карты жителей поселка Красное на общую сумму более 1,3 миллиона рублей путем создания учетной записи социальной сети «Друг вокруг». Что касается интернет-сайтов-двойников одного из основных видов мошенничества, прежде чем выбирать товары или услугу, необходимо внимательно изучить его. Сайты с другими названиями и схожей символикой никакого отношения к официальным интернет-магазинам не имеют. Установленный причинок к уголовной ответственности лицо, которое находилось на территории Краснодарского края в октябре 2020 года, используя специализированные технические устройства, создав копии сайтов и бесплатных объявлений Авито, под предлогом покупки товара по объявлению жителей Нарьянмара путем направления ссылки и получения неправомерного доступа к управлению банковским счетом, совершило хищение денежных средств в сумме 45 тысяч рублей. В век информационных технологий мошенничество активно процветает. С развитием скоростного интернета, онлайн-банкинга стираются границы и злоумышленники завладевают денежными средствами граждан. Киберпреступление регулярно видоизменяется. Будьте бдительны! Наталья Дуркина, Леонид Шишелов, Телеканал Север.